Ну что, друзья, всем привет! Я сижу на автовокзале Волгоградском и жду маршрутки. Маршрутка моя только через час, мне заняться нечем. И в общем, я сейчас вам расскажу очередной опус, создам очередной опус. Я недавно, вот прям буквально вчера, вышло у меня видео про то, как я говорю, как найти консенсус с мужем в хозяйстве и так далее. Вы знаете, вот некоторые комментарии меня на самом деле удивляют. Я давно уже, как вам сказать, не воспринимаю вот эти комментарии, что ой, да вот, не выноси ссоры из избы. Вы знаете, мне вот такие комментарии, когда я читаю, мне кажется, что сидят такие золушки или такие вот все хозяюшки-хозяюшки. Чего вы боитесь? Ну что вы боитесь? Вынести, допустим, как вы говорите, ссоры из избы. Нет, они сидят, терпят, то есть, понимаете, жалуются по подружкам, если что-то у них там с мужем случается. Все живут одинаково, все. У всех есть какие-то проблемы в семье. У некоторых мужья полные дураки. В других семьях сами жены полные дуры, понимаете? И тем не менее, почему-то, когда вот человек такой, как я, начинает рассказывать про то, как я живу, ну просто я раньше этого не делала. Вы знаете, для того, чтобы делать такой контент, к этому надо быть готовым. Это не так-то просто. Это нужно, во-первых, ну нарастить какую-то шкуру, чтобы вот подобные комментарии вас не обижали. А во-вторых, ну надо какую-то планку такую переступить. Ну то есть я не считаю, что я наношу себе или своему супругу, или там своим детям какой-то вред. Понимаете, это такое долгое у меня предисловие, но для того, чтобы вы поняли, почему я вдруг начала рассказывать о своей семейной жизни, хотя раньше я этого не делала. Я вам скажу, почему. Ну я натуральным образом устала. Мне, может быть, хочется от вас какой-то поддержки, какого-то понимания. Надоело мне, может быть, носить. Пишут же видео люди, они снимают маску. Да, я захотела как бы открыть свое истинное лицо, больше не придуряться. Не то, что не придуряться, но ничего такого не скрывать, тем более ничего такого особого в жизни не происходит. Ну так вот, как я попала в Волгоград? Вчера, буквально вчера, после того, как позавчера, я же вам рассказывала, меня накрыл вот этот сердечный приступ. Вчера сижу, собираю заказы, мне надо было отправлять их с Волгограда, мы с мужем должны были уехать. Разливаю топленое масло. Звонок мне с колледжа, от Вики. И звонит у нее этот, господи, главный по практике. Забыл, как называются эти товарищи. Говорит, что она не ходит на практику. У нее, говорит, уже весь сентябрь пять пропусков. Я как? Ну я же в полной уверенности, что мое дитё посещает колледж. Тем более, знаете, мне как маме обидно. Я снимаю ей квартиру, не все студенты так живут. Обеспечиваю нормально. И тут мне говорят, что она не учится. Вот вы представьте мое состояние. Мне недавно на стрим, по-моему, задали вопрос про измены. И я сказала, что я с этим не сталкивалась. Но вот когда мне про это дело сказали, знаете, у меня было такое чувство, что меня как будто изменили. Вот так вот сильно обидели. Потому что у нас уже была такая проблема два года назад, когда она вот точно так же вдруг бросила ходить в колледж. И тот же самый инструктор по практике. Мне тогда звонила, я с ним договаривалась, чтобы она догнала. Ну в общем, в то время мы столько хайпанули. Не хайпанули, хапанули всякого вот этого негатива. Из-за того, значит, что она пропустила практику. И нам пришлось написать заявление, потому что она бы ее не догнала. Физически не смогла бы догнать. И нам пришлось два года назад написать заявление на академический отпуск. И таким образом дочь моя просидела полгода дома. И, в общем, со следующей осени пошла как бы опять на следующий курс. Год она потеряла из-за этого. Прошедший год был у нас коронавирусный. Знаете, что самое интересное? Она потом долго ходила, психовала и говорила, ничего себе. Меня, значит, из-за того, что я пропустила практику, заставили написать заявление на академ, чуть и сколь же не отчислили. А в связи с коронавирусом, вот буквально в прошлом году, ну то есть все пропуски практики, понимаете, им закрыли автоматически. То есть за то, что ее отчисляли в позапрошлом году, в прошлом году ничего людям вообще не было, представляете? И вот в этом году, как оказалось, они из группы, но она не одна пропустила, как оказалось. Они решили, а что нам ходить на практику? Подумаешь, не надо на нее ходить. Ну и, в общем, вот так вот. И все. И, видать, вот этот вот звонок вот этого ректора по практике, или как он там называется, меня настолько вышиб из колеи. В общем, я ей наговорила все, что думала, и про квартиру, и про то, что я ее обеспечиваю, и про то, что ты оборзела, дорогая. И, в общем, про все, про все, про все, тем более за последний месяц у меня на нее ушло. Я когда посчитала вот так по этим, по Сбербанку посчитала, я просто-напросто прослезилась 50 с лишним тысяч. Как это так получилось? Ну, во-первых, мне пришлось как бы за месяц два раза заплатить за квартиру, потому что перенесли сроки оплаты. Это сразу уже 22 тысячи. Но остальной тридцатник – это одежда, обувь. То есть вот 50 тысяч. Понимаете, я работаю, отец работает, я как бы жила себе, получается, рву. Это я вам рассказываю свои материнские чувства, из-за чего я психанула, вот так и обиделась. Меня тут приступы накрывают. Я работаю, вот как вам сказать, ну, можно сказать, без всяких перерывов с одного на другой. Пишу видео, делаю заказы, езжу на рынок, но у меня на самом деле отдыха никакого нет. И тут вдруг дочь преподносит вот такой сюрприз. Ну и все, после того, как я на нее наорала, прооралась, она мне все это объяснила. Но понятно, что со своим ребенком, знаете, после того, как проорался, хорошо бы вообще не орать. А потом приходится искать какой-то компромисс. Ну и все. И тут я начала, значит, думать, что вот, наверное, я сама виновата. Просто-напросто она у меня недолюбленная. Я ее из девятого класса отправила в колледж вместе с Максимом. А она, в общем, у меня еще маленькая была. И думаю, ей не хватает любви. В общем, я собралась и поехала выражать свою материнскую любовь. В общем, Волгоград к девочке своей. Ну и все. Мы вчера приехали, потаскались по магазинам, сходили в KFC, как всегда. Сходили в этот, лапшу какую-то мы там покупали. В общем, поговорили, тарам-парам. Вот такие вот дела. И вот я сейчас сижу на вокзале, еду домой. Естественно, младшего ребенка своего я бросила. Вы знаете, что я хочу сказать? Когда я делаю сейчас обзоры на этих многодетных, на ту же самую Ольгу Поберуху, да? Вот. Я, знаете, что хочу сказать? Что дети обязательно должны родителям предъявить вот этот недостаток именно любви и родительского внимания. Они не ценят вот эти материальные ценности, которые мы им даем. Ну, то есть как? Они ценят, но они считают, что это так должно и быть. Вот. И так как я, можно сказать, всю жизнь работала, и дети были только на мне, я считаю, что я им не додала, никому не дала. Может быть, вот эту любовь я отдаю сейчас Тимуру. Ну, потому что, как бы, те дети выросли, меня никто не дергает. И вот он, можно сказать, у меня дитё долюбленное. Мы тут в сумке не сопрут, пока я с вами разглагольствую. То, мне кажется, запросто могут. Я тут уже к солнышку по-всякому стараюсь повернуться. Сейчас вот пересяду вам на ту лавку. Ну вот. И вы сами видели, что Тимурчик, он такой ласковый. Никто не может сказать, что он, как бы, не хватает ему любви. Он и от старших братьев, и от сестер получает, и от меня. Вот. То, что на стриме, когда мы стримим, он всё время подходит. Я с ним не договариваюсь. То есть, это он сам. Вот. Вот он, наверное, вряд ли предъявит мне какие-то претензии. А вот старшие дети, да. После того, как они так. А тут солнце в глаза светит. Нет, пойду я на прежнее место. Как-то вот так надо встать, чтобы мне не светило. И вам видно было, чтобы мне тёмное изображение было. Вот так я стану. На меня так смотрят. Скажут, вокзал снимает. Ну и вот, я вам хочу сказать, что да. Напишите. Вот если у вас были такие проблемы, вам дети предъявляли такие, как бы, претензии, что вот тут вы их как бы обидели, там обидели, тут не додали, там не додали. Вот у меня, да, у меня предъявляют. Вот так. И понимаете, в чём мне обидно? Вот эти вот все проблемы решаю я сама. Одна. Муж мой, вот говорят, ой, вот ты, самое, как сказать, его парафинишь как-то перед другими. А что я парафиню? Я вам говорю так, как есть на самом деле. Я его не обзываю, ничего. Просто я вам рассказываю так, как, ну как про свою жизнь. Ничего такого. Он же давно самоустранился от вот этих решений всех проблем. Ну, то есть он всё делает. То, что от него зависит, он делает. Там коров гоняет, дует, встречает их, провожает. Ну, вот эти все, как бы, семейные проблемы, это решаю я. Понимаете? Он даже не озадачивается этим ничем. Дошло до того, что он без понятия, что, сколько стоит, он никуда не ходит. Мне кажется, что человек застрял просто вот в этих двухтысячных годах. На самом деле это плохо. И у меня для решения, вот как бы, своих семейных проблем нет никакой поддержки. То есть я не могу ни с кем посоветоваться. Вообще ни с кем. Ну, вот да, я одна принимаю все решения. И на самом деле такой груз женщине тащить, конечно, тяжело. Я вам хочу сказать, что мне очень сильно помогает Ютуб. Тут вот эти вот, как сказать, другие блогеры, которые орут, что на Ютубе дружбы нет, дружбы нет и так далее. Нет. Это всё, как вам сказать, это всё ваши домыслы. Вам так кажется, что здесь дружбы нет, потому что, как вам сказать, вот от тех людей, с которыми ты общаешься по интернету, я лично от многих из них получаю громадную поддержку. Не глядя на то, что и блогеры есть, и эти зрители есть. Понимаете, вот именно такую моральную поддержку, которая держит меня на плаву. Вы что думаете, вот те люди, которые делятся своими проблемами в интернете, вот они ищут ту самую поддержку. Я не думаю, что они об этом как-то жалеют. Кроме того, они делают себе хорошо, потому что они на этом плюс ещё ко всему зарабатывают. Я давно уже говорила, что иметь развитые соцсети хорошо, потому что любую ситуацию ты можешь повернуть в свою пользу, то есть из любой ситуации извлечь выгоды. Посмотрите, там всё время живут такие наглые воробьи и голуби. Вот я вам так кадр выставлю. Они с руки едят. Вырывают хлеб прямо из рук. Вот такие дела. Вот, и я решила, в общем, вот так вот немножко сегодня вам рассказать, что к чему и почему. Сейчас приеду в Иллю, должна забрать заказ, позвоню мужу, чтобы он меня забрал. Наверное, немножко просохло, и будем строить мы вот этот козлятник. Понимаете, ещё что? Я настолько себя загнала, у меня же не просто так вот этот приступ был сердечный. Кто не знает, у меня это постоянно. Но получается всегда тогда, когда, понимаете, как я живу в этом стрессе. Вот я уже заметила, я буквально за несколько часов до того, как у меня сердце прихватило, я жаловалась своей знакомой. Мы с ней разговаривали. Я говорю, у меня, понимаешь, у меня состояние стресса. То есть я себя гоню, я бросаю одно дело, начинаю другое. У меня мозг, у меня такое чувство, что у меня уже там памяти не хватает. И я вот, как бы, знаете, допустим, могу положить очки на автомате, могу кошелёк положить на автомате и не помню куда. То есть я сунула, у меня мозг уже загружен в это время чем-то другим, потом я начинаю искать. Вот доходит до смешного. То есть у меня настолько тоже башка загружена вот этим всем. Это вообще какая-то жуть. И едем мы, значит, с супругом. Я говорю, слышишь, говорю, мне надо немножко, чуть, как бы, затормозить вот это всё. Давай, говорю, продадим быков. Ну и как бы деньги будут. И какое-то время, в общем, на эти деньги поживём. Говорю, а я немножко перезагружусь. Ну, с моим супругом не сговоришь. А, вот мы продадим быков, а кто нам коров будет, огуливать. А я не хочу там ходить, искать. В общем, ну, вот такие вот дела. То есть, понимаете, он не осознаёт. Он не осознаёт, что вот этот груз проблем меня начинает давить. И тут я уже начинаю психовать. Это уже не первый раз со мной происходит. То есть когда я вижу, что меня нагружают, понимаете, вот так вот, таким большим грузом проблем, и как бы давит меня к земле, когда у меня начинает пошаливать здоровье. Мне, например, давно уже там к врачу надо сходить, а я не могу от этого отвлечься. Потому что если вдруг что-то серьёзное, если я остановлюсь, понимаете, то вся наша вот эта вот как бы мирная семейная жизнь, налаженная, материальная в том числе, она полетит в тар-тарары. Потому что мой, как сказать, супруг, муж, он не сможет потянуть. Не сможет. То, что, допустим, ну, то, что он производит, молоко со своими коровами. Сейчас. То, что он производит своё молоко, он не сможет его реализовать. То есть на эти деньги он жить не сможет. Содержать семью, содержать моих детей и так далее. Его песня, это вообще смешно. Ну, то есть как бы вот именно добываю деньги для семьи именно я. И если вдруг я выпадаю, да задолбал ты, замолчи. Я тут с людьми разговариваю. Ну, слушаем объявление. Маска на вокзале стоит 35 рублей. Я в прошлый раз забыла маски вместе с Тимуром. Пришлось покупать за 70 рублей. Всё, спасибо. Я уже забыла, про что я говорила. А, ну вот, я и говорю, что он, как сказать, вот эти именно деньги, на что мы живём, в семью, приношу я. Я тот ручеёк, через который как бы вот эти деньги залетают в нашу семью. Ну, и вот я говорю, если я вдруг остановлю свою бурную деятельность, то будет задница. Мне вот это дело сильно надоело. И я думаю, знаете, что надо, наверное, в один прекрасный день снять с себя этот груз. Взрослая, дочь взрослая, ей 18 лет, муж взрослый. Меня, в принципе, волнует только Тимур. И заняться собой, ну, как-то вот такие вот мысли у меня бродят. Я считаю, что меня натуральным образом заездили. Правда? Вот сам натуральным образом. Я заезженная. Я похожа на заезженную. Так, друзья, всем пока. Я не знаю, понравится вам вот это видео или нет. Ну, я как-то рассказала вам. Мне нормально, не знаю, как вам. Пишите свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...